Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео о моей сумке в роддом. Не знаю, зачем я записываю столь рано это видео. Просто в том видео сказал, что покажу вам, так как я заказала на Вайлдбридсе себе прозрачную сумку, и в нее идет наполнение. Небольшую сумку мне обошлась где-то 800 рублей с этим наполнением. Это не все, что нужно. Ой, штатив у меня падает, прошу прощения. Это не все, что это там, не целый список необходимого. Естественно, я что-то докупать еще буду и уже покупала. У меня еще всего лишь 5 месяцев, но я решила это заранее сделать. Не люблю потом большие траты вот эти, и мало ли я что забуду. Лучше я потихонечку буду готова, и тем более, что потом у меня не будет времени этим заниматься, так как будет очень много дел. Так вот, показываю. Я вам оставлю ссылку на подобную сумку, там будет немного другое наполнение. Но мне показалась эта тема прикольной тем, что тут есть пробники. Этого, в принципе, достаточно будет для роддома. Вот. Список я вам, кстати, расскажу попозже чуть-чуть. Дальше смотрите то, что у нас написано в роддоме. Там самый минимум, но вы сами понимаете, что о вас никто не позаботится, кроме как вы сами. Поэтому я решила быть во всеоружии. Не знаю, есть ли сейчас такой совок, что что-то не разрешают с собой брать и так далее и тому подобное. Я буду бороться. Вот. Все с собой, все с собой. Просто показываю вам, что было в этой коробочке. Заказывала на Вайлдберрис, еще раз говорю. Это не реклама, но просто вот, я не знаю, хочется поделиться с вами. Мне кажется, это прикольно. Тут подгузники три штуки. Мэрис. Дальше. Сама сумка непосредственно. Большая, прозрачная. Дальше покажу ее уже с наполнением. Потом идет вот такой. Бэби хэппи крем. Крем детский. Салфетки влажные. Дальше. Это вкладыши на соски. Две штуки. Я не знаю, нужны они мне или нет. Покупать еще. Я, может быть, вместо них воспользуюсь. У меня есть огромная пачка ежедневок. И, может быть, их буду закладывать. А может, и куплю. А может, и вообще они не нужны. Но, тем не менее, они есть здесь. Тонизирующий гель для ног. Мне, кстати, такая штука нужна, потому что у меня дико сводят икры. И вообще люблю вот это охлаждающее такое чувство. Поэтому возьму с собой. Чтобы, не дай бог, не было никакого варикоза. Потом вот такое огромное средство. Я его не потащу. Но это очень приятно. И оно, естественно, мне пригодится. Жидкое крем-мыло для младенцев. А с собой я возьму или отолью его куда-нибудь в маленькое какое-нибудь емкость. Либо, ну, не знаю. Короче, мыльце такое. Также тут капли в нос. Они просто как морская соль. Для увлажнения слизистой. Это хорошая вещь. Всегда пригодится. А маленький кремчик для малыша под подгузник. От опрелости, наверное. Тоже какой-то крем для младенцев. Масенький такой. Соль для ванн. Но это я оставлю дома, естественно. И вот такие вот пробнички. Это шампунь мне. Потом это вот такое молочко для тела. Или что это? А, это бальзам для волос. Шампунь и бальзам для волос. Отлично. Мне этого, в принципе, должно быть достаточно. Так, крем вот такой. Так, что это? А, это мягкий гель для купания. Вот такой пробничек. Это тоже мягкий гель для купания. И то же самое. То есть три пробника. Отлично. Потом вот такой вот Prodermazil. Prodermazil. Бальзам для сухой гиперчистительной и атопичной кожи. Отличная вещь. У меня есть тоже для атопичной кожи Allaroche-Posay крем. Очень люблю его. И буду им мазать и соски, и локти, и лицо. И все, что угодно. Универсальный. И вот такая вот штучка еще. Это baby шампун. Детский шампун. Супер. И зубная паста в наборе. Также шелпромничек с прокладками. Там, по-моему, три или пять штук. Я их переложила вот сюда. Вот в такую пачку. Просто у меня были открытые упаковки. Вот я сюда их переложила. Три штучки. Все, в принципе, вот оно все наполнение. Ну, в принципе, за 800 рублей, я думаю, нормально. Вместе с сумкой там чуть даже дешевле. Мне идет 750. Вот. А сейчас дальше смотрите. Все по порядку. Начиная с сумки, которую я возьму в дородовое отделение. И потом уже, конечно, непосредственно после родов, что у меня будет в сумке. Кроме детских вещей. Детские вещи я еще не покупала. Ну, и там будет самый стандартный набор. Так, ну что, погнали. У меня такая, знаете, репетиция. Я зато потом посмотрю это видео. Мне в конце марта рожать, надеюсь, что это будет не позже, не раньше, а в срок. Я подписала свою сумку. Это основная. В нее я положила все. Вот такая огромная сумка, да, как на курорт. Я не знаю, правда, меня не выгонят. Скажут, ты куда собралась? Потому что у меня мама вообще в шоке. И раньше такого не было, конечно, там все с собой тащить. Но, знаете, мне так спокойнее. И, кстати, я знаю, что в некоторых странах или там, если по контракту, то тоже, по-моему, там все предоставляется. Ну, в общем-то, я рожаю. Рожаю. Уже буду рожать. По полису. Бесплатно. Погнали. Подписала сумку на всякий случай. Знаете, вдруг вот куда-нибудь она вот, не дай бог, денется. Тут у меня еще, чтобы я перепроверила перед отъездом, я ее сразу сложу. Просто у нас будут ремонты, поэтому мне сейчас заранее это прямо вот необходимо, чтобы у меня голова потом не болела, чтобы у меня все есть. Что-то надо будет докупить там, ну, типа воды, снеков каких-то. Вот. И я себя перепроверю. Эта вот сумочка шла вот в той коробочке. Все ссылочки я оставлю вам под видео. За наличие не ручаюсь, потому что я это не рекламирую, и как бы все на собственные деньги. Так, что это? Тут у меня список еды, которые я хочу взять. Я хочу, знаете, что взять, девчонки? Печень трески, под шумок буду кушать, хлебцы, ну, что-нибудь такое питательное мне хочется. Я это сразу в один присед съем. Естественно, ничего я хранить ни в каких банках жестяных не буду. Потом хочу протеиновые батончики с собой взять. Что еще? Можно чай взять, еще кружку, конечно, ложку. И, возможно, я возьму с собой одноразовые тарелочки. Вот, тарелочки вроде как там дают, в столовой. Вот, еще что? Оришки обязательно. И горький шоколад, наверное, тоже возьму. Ладно, съеду и потом. А, ну, обязательно воды. Возьму с собой двухлитровую бутылку сразу. Придется тащить. Тяжело, но женщина сильная. Мне кажется, мужчина мой проводит, муж. Остальное все сама потащу. Так, этот пакет у меня для выписки. В общем, он пока пустой. Я его потом заполню в содержимое. Так, и вот я поступаю, да? Я репетирую. Туда, естественно, мне будет нужна моя обменная карта, сексера копии, паспорт, полис, ксерокопия полиса, паспорт, там на всякий случай свидетельство о браке, может быть, там сразу сделаем свидетельство о рождении, обменка, естественно, все с собой. Все документы. И я переобуваюсь в свои кроксы, надеваю носочки. И вот, что еще мне нужно? Пакеты. Тоже я их подписала. Пакет для обуви, пакет для верхней одежды. Либо я это все сложу от амузы, либо по ситуации, либо в гардероб сдам. Ну, пусть будет. Подписано. Все. Вот она эта сумка в дородовое отделение. Если я сразу не иду рожать, то я буду пребывать в этом дородовом отделении, так называемом, если я правильно понимаю. Тут у меня тоже, кстати, где-то список был, наверное, отклеился, что с собой в дородовое. Остальную вот эту сумочку я отношу куда-то в камеру хранения, ну, как она там называется, либо, ну, куда-то, короче, прячу. И потом уже после родов, когда я рожу, я пойду с ней. Тут торчит мой пупок. Так, убираю. Первая сумочка. Погнали. Прям буду показывать все. Ай, штатив-то поставить как-то. Боюсь, что упадет. Эти сумочки я покупала отдельно. У меня такая косметичка и вот такая вот чуть побольше еще сумка. Что мне нужно будет там? Я возьму с собой пеленки впитывающие. Мало ли там воды или просто там лежать на кушетке, подстелить. Дальше. Зарядка для телефона. Наушники возьму проводные. Носочки еще. Сорочка такая на замочке, как халатик с коротким рукавом. Резинка и расческа. Пакетики парочку. Знаете, это для того, чтобы если меня будет тошнить, чтобы не на пол, и чтобы все культурненько, а мне может тошнить, потому что у меня от боли бывают такие приступы. Влажные салфеточки, а еще туалетную бумагу. И парочку маленьких таких вот детских водичек, орешки и батончик положу с собой. Перекусить вдруг пригодится. Такой минимальный наборчик. Бритва. Это мочалочка и гель для душа. И масло зародовавшей пшеницы. Может быть, я не знаю, как у кого, моей маме акушерка предлагала ей. Ну, она ей, в общем, делала. Массаж промежности, за счет чего моя мама успешно родила меня без всяких проблем. Не знаю, как сейчас, на всякий случай. И беру с собой, у меня вообще, естественно, роды планируются, на всякий случай я беру с собой таблеточки-ножпы, потому что там никто вам это не предоставит. Это, по-моему, парцетамол, ну, на всякий случай, в общем. Сейчас я ничего не пью, естественно, стараюсь минимизировать всякую химию. Два послеоперационных пластыря, потому что я не знаю, вдруг что-то пойдет не так, и пластыри у меня свои будут хорошие. Их парочку, парочку тут точно есть. И шприц, на всякий случай, с собой беру, хороший, импортный, с тоненькой иголкой. И вот такие трусы для рожениц. Тут три штуки. Ну, тоже, если будут воду потекать и после родов надеть, что осталось. А, и антисептик для рук. Вот так просто обработать. Все. Дальше. Основная сумка, с которой я уже буду пребывать своим малышом в отделении. Тут у меня так называемые мыльно-рыльные. Все и для малышка. Кремочки, всякие там гели. Тут ватные диски, ватные палочки, зубочистки. Также зубная щетка, зубная паста и так далее, и тому подобное. Все тут. Потом у меня идут трусы для рожениц. Еще три штуки, потому что пусть будет лучше побольше. И пеленки еще впитывающие. Это они же. Так, это вот для малышка. Здесь у меня будет одежка для ребенка. Шапочки. Три штучки, я думаю. Распашонки или бодики. В общем, пока еще не решила. Тут подгузники. Я еще буду брать подгузники, пачку точно. Штук десять. Блокнот, ручка. Трога что-то записать, там, не знаю, пригодится. Сорочка на лямках. Хлопковая. Лифт для кормления. Вот такая фирма, отстегивающая лямки. Бандаж, он идет как дородовой и послеродовой тоже. Скоро вот я уже буду начинать его носить, как у меня живот посильнее вырастет, чтобы не было нагрузки никакой. И послеродов я тоже буду под шумок его надевать, чтобы поддерживала мышцы. Также еще я хочу с собой взять молокоотсос, пустышку и бутылочку. Я знаю, что молокоотсосы много где запрещают, но тоже буду беспалево это делать, потому что мне мой комфорт, он важнее. Тут у меня прокладки всякие разные. У меня просто оставались, я их вот в такую пачку положила. Их нужно будет очень много, учтите. Вот эти вот трусики послеродовые, вот такие обычные прокладки. Ну или как послеоперационные. Конечно, в идеале они стерильные. Раньше вообще не разрешали, ходили бедные женщины с тряпками, передвигались по коридору и пытались как-то ногами ее держать, это жуть. Полотенечко маленькое, большое, это мне для душа. И косметичку, вдруг мне захочется намазаться блеском, привести себя в порядок. Вот, поэтому такая косметичка, что в ней сейчас, в ней ничего нет, но я потом в нее положу блеск, тональник или консилер, подводку для глаз, бронзер и кисть. Ну, в принципе, все. Это мой минимальный набор. Так, ну что, все я вам показала. Вот так вот я отрепетировала. Если я что-то забыла или вы мне можете что-то порекомендовать, напишите. Кстати, вот еще, а вот он список, это до родового отделения. И мусорные пакеты, говорят, берите с собой, чтобы не таскать по 10 раз мусор, чтобы у вас пакет всегда был. Все. Спасибо вам за просмотр. И следующее видео уже парфюмерное. Я потихонечку возвращаюсь к парфюмерии. У меня уже отошел токсикоз. Буду вам рассказать.